Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин «Деловой климат-экономика» 19.14.16 февраля 2020 года Стратегия на обнуление Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин Фото, Сергей Коньков, ТАСС В истории Улмарта некогда крупнейшего сетевого ретейлера с капитализацией более 1 миллиарда долларов скоро может быть поставлена точка В начале февраля гендиректор ее основной операционной компании ООО «Эллплейс» высказал намерение объявить о банкротстве О том, почему к этому привела череда неоднозначных решений в материале ленты.ру Первый магазин компании Улмарт был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратевском проспекте Его основатели Алексей Никитин и Михаил Васинкевич, решившие построить розничную сеть особого формата «Склад Гипермаркет» с терминалами для заказа компьютерной техники и электроники с моментальной выдачей товара клиенту Для расширения бизнеса в 2010 году Васинкевич пригласил своего знакомого Дмитрия Костыгена, который на тот момент вместе с партнером Августом Мейером владел долей в торговой сети лента Противостояние Начало В начале 2010-х Улмарт начал очень бурно расти И по итогам 2014 года онлайн-ретейлер уже занимал третью строчку среди крупнейших интернет-компаний России по версии журнала Forbes Уступав только Яндексу и Mail.regroup Его оценочная стоимость тогда составляла 1,4 миллиарда долларов Но 2015 год из-за резкого падения курса рубля оказался тяжелым К февралю 2016 года обязательства Улмарта перед поставщиками достигли 6 миллиардов рублей и продолжали расти Причем меньше чем за год долг ритейлера вырос в два раза В 2016 году на фоне продолжающегося кризиса в компании Костыген, по словам источника ленты.ру, предпринял попытку выдавить миноритария из компании У Васинкевича не было средств на докапитализацию, и при очередном вливании в компанию средств Костыген предложил размыть его пакет Встал вопрос в оценке бизнеса, в чем и не сошлись акционеры, рассказывает ленте.ру источник, знакомый с историей конфликта Костыген оценивал компанию в 1 миллиард для сторонних инвесторов, однако оценил ее в 30 миллионов долларов для целей размытия Восинкевич же настаивал на справедливой оценке Уилмарта и считал, что цена находится в диапазоне от 150 до 400 миллионов, говорит он Таким образом, блицкрик мажоритариев не удался В августе 2015 года Никитин продал свою долю В результате акционерный капитал распределился следующим образом 38,5% оказались у Чьи интересы представлял Восинкевич, 31,6% у Костыгина и 29,9% у Мейера Несложно посчитать, что тандем Костыгина-Мейера сохранил за собой контрольный пакет Дмитрий Костыгин и Михаил Восинкевич Фото Ретейл.ру Намеренное банкротство обладая превосходством в капитале, он поставил ультиматум Дюф Немедленные инвестиции, 10-15 миллионов долларов Или, если Дюф Не предоставит эти средства, деньги внесут Костыгин и Мейер, а пакет Дюф Сократится до 10% При этом Костыгин старался играть на два фронта Внешним инвестором он называл стоимость Юлмарта на уровне миллиарда долларов А миноритария пытался убедить в стоимости в районе 30-50 миллионов долларов Поняв, что ультиматум о размывании доли Дюф Не принят Костыгин, в марте 2016 года, начал усугублять корпоративный конфликт Он заявил о своем выходе из совета директоров Юлмарта Без какой-либо оплаты переуступил свои требования по займу в 550 миллионов рублей некоему Олегу Морозову А тот немедленно обратился в суд за взысканием и затем подал заявление о банкротстве основной компании на Юлмарт Та же участь постигнет впоследствии компании Юлмарт Девелопмент и Юлмарт ПЗК, входящая в группу Юлмарт Его иск был основан на займе, предоставленном самим Костыгином Юлмарту Заем был переуступлен Морозову с отсрочкой оплаты на два года весной 2016 года СМИ утверждали, что Морозов тесно связан с Костыгином, а по словам источника ленты.ру, Морозов является мужем сестры супруги Костыгина К тому моменту на всех российских активах Юлмарта уже лежал арест со стороны окружного суда Лимасола по иску кипрской компании Ее бенефициаром также являлся старый друг Дмитрия Костыгина, говорил РБК-человек, близкий к бизнесмену По словам источников ленты.ру, мало кто тогда верил в реальность плохого состояния онлайн-ретейлера Создавалось впечатление, что Костыгин сам инициировал банкротство компании, с целью занизить ее реальную стоимость перед миноритарным акционером и банками, чтобы последние дисконтировали ему кредиты, которых в последние годы было взято компанией слишком много Они только делали, что накачивали Юлмарт заемными средствами, отмечает собеседник ленты.ру При этом работа совета директоров компании оказалась блокирована Входившие в него независимые директора к началу ноября 2016 года сложили свои полномочия, а представители мажоритарных акционеров сделали это 15 ноября В результате из шести директоров в совете остались только два человека от одного, представляющие интересы компании Дильф, а генеральный директор уволился Фото, Александр Коряков, коммерсант Костыгин не учел, что банки потеряют доверие и начнут требовать оплату по счетам, а поставщики и проверяющие органы ужесточат требования, утверждает он Так, по результатам налоговой проверки за 2012-2013 года у Юлмарта накопились недоимки, пение штрафа на общую сумму около 188,5 миллиона рублей ВТБ подал иск о взыскании самого Костыгина 650,82 миллиона рублей за должности по договору поручительства А следственный комитет предъявил бизнесмену обвинение в мошенничестве по кредиту в Сбербанке на 1 миллиард рублей В октябре 2017 года Костыгин оказался под домашним арестом В конце 2018 года его отпустили под залог, но дело до сих пор не закрыто Следственные органы 5 февраля 2020 года передали его в МВД, сменив статью с мошенничества на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ВТБ со своей стороны подало заявление о личном банкротстве Костыгина Для того, чтобы противостоять давлению со стороны Костыгина и Майера Вастенкевич обратился в инвестиционное подразделение Альфа Групп компанию А1 Специализирующуюся на решении сложных корпоративных споров и защите интересов миноритарных акционеров После этого в сентябре 2016 года Дьюф подала иск к мажоритарным акционерам Юл Марта в лондонский суд ЛЧА с требованием выкупить их доли Август Мейер Фото, Евгений Павленько, коммерсант В случае с лентой они впервые поняли, что можно заработать на корпоративном конфликте, не занимаясь развитием компании и не вкладывая в нее серьезные средства Это дало им уверенность в том, что корпоративные конфликты можно использовать как бизнес-модель Однако, на деле это не так, говорит источник ленты.ру, знакомый с историей вопроса После продажи ленты Костыгин и Мейер начали активную инвестиционную деятельность Кроме Юл Марта в 2011 году они стали акционерами компании Dream Industries Проекты Zvuk И Bookmate.com В 2012 году купили 40% обувной сети Above.com Контрольный пакет второй по величине парфюмерно-косметической сети страны Rifgosh Дикую Орхидею Получили контроль над петербургской сетью косметики и бытовой химией Улыбка Радуги Основали сеть Opto Club Re-Day Ориентированную на продажу ограниченного числа самых популярных товаров по выгодным ценам в укрупненной упаковке К концу 2015 года Август Мейер являлся также и владельцем около 13% акции небольшого Ивановского Кранбанка Можно ли назвать положительными успехи всех этих предприятий? У Кранбанка в конце 2019 года ЦБ отозвал лицензию Рентабельность Rifgosh в последние годы колеблется в районе 1% По данным на 2018 год заемные средства компании превышают операционную прибыль более чем 20 раз С приходом в Rifgosh Дмитрия Костыгина прибыль компании упала в разы И связано это было с неправильной кадровой политикой Отсутствием программы стратегического развития и анализа результатов их деятельности Говорит собеседник ленты.ру, близкий к руководству компании У Костыгина одна способность к разрушению любого бизнеса, сетует он В течение всего периода существования, с 2015 года, компания Бигбокс, Аптоклуб Ридэй, была убыточным По данным Spark Interfax накопленный убыток на конец 2018 года превысил 1 миллиард рублей Дикая орхидея повторила историю Аптоклуба Ридэй и также с 2014 года стала убыточной По данным Spark Interfax История с Dream Industries тоже была сопряжена с корпоративным конфликтом В 2012 году основатель компании Алексей Остроухов обвинил Дмитрия Костыгина в рейдерском захвате своей компании Фото, Сергей Коньков, ТАСС в январе 2020 года U.H.L. добился назначения Степанкина директором и в U.Place После вступления в должность у него появился доступ к финансовым документам После их анализа Степанкин пришел к выводу, что бизнес практически перестал функционировать Большая часть сотрудников уволена, торговые площадки закрыты И почти все компании группы U.Mart находятся на различных стадиях банкротства Как следствие, 3 февраля 2020 года Вадим Степанкин подал заявление о намерении объявить банкротство U.Place, ставшей основной операционной компанией U.Mart В арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Тот подход к бизнесу, который Костыгин и Майер демонстрировали в U.Mart из самого прихода в компанию, превратил ее в убыточное предприятие, комментирует директор российских компаний U.Mart Вадим Степанкин Несмотря на мое назначение директором российских компаний U.Mart, мне постоянно препятствовали в моей деятельности, направленной на сохранение активов и вывод U.Mart примечания ленты.ru Из кризисной ситуации От меня до последнего скрывалась финансовая отчетность и прочие документы, впоследствии лишь подтвердившие факт развала U.Mart Говоря по существу, Майер и Костыгин просто бросили управление компанией, испортили отношения с сотрудниками Кредиторами и поставщиками, и ждали гибели некогда крупнейшего интернет-ретейлера страны Сейчас нам предстоит детально во всем этом разобраться, рассказывает Вадим Степанкин В ближайшее время весь бизнес онлайн-ретейлера может быть приостановлен Таким образом, закончится история некогда одного из крупнейших российских интернет-магазинов Но этим не закончится история Костыгина и Мейера В 2018 году УАДИН добилась судебного решения лондонского суда ЛЧА, по которому оппоненты обязаны выкупить долю ДЮФ, в юн-марте за 67,2 миллиона долларов А также компенсировать судебные расходы и проценты по ним Общая сумма требований определена на уровне 77,4 миллиона долларов и продолжает увеличиваться Холдинговые компании Костыгина и Майера сейчас обанкрочены и в разных юрисдикциях идут процессы По принудительному исполнению этого решения, вынесенного уже больше года назад При этом в одном уверены в победе Мы будем добиваться исполнения решения лондонского арбитража и судов в других юрисдикциях Взыскивая долги с Костыгина, Майера и связанных с ними лиц В частности, мы сейчас работаем над тем, чтобы обратить взыскания на акции «Любимого края», «Ривгош», «Улыбки радуги» и на другие активы Мы не сомневаемся в том, что добьемся справедливости и получим причитающуюся компенсацию «Вопрос времени», заявили ленте.ру в одном Константин Липунов Продолжение следует...